оксана привет привет мы с тобой познакомились начали переписываться примерно два года назад на почве профессиональных интересов я тогда работал в компании австралийские лабораторные сервисы которые одно из основных подразделений это коммерческие химические анализы для мониторинга важные для мониторинга окружающей среды вот я тогда как-то тебя нашел в линк ты не и и увидел что ты тоже занимаешься мониторинга окружающей среды только в довольно специфичные и очень по моему интересной области радиоактивность расскажи расскажи пожалуйста чем ты занимаешься где ты работаешь где живешь живу я во франции на юге франции живу я в ментоне работаю в монако вот я как это и закончила только химический факультет вот и в 2008 году я сюда приехала на лабораторию технишн сейчас я лабораторию ассистент в монако в МАГАТЭ лаборатории environment laboratories в МАГАТЭ лаборатории окружающей среды и давай переведем МАГАТЭ на английский язык МАГАТЭ International Atomic Energy Agency круто скажи пожалуйста почему ваш лаба во-первых для меня было огромной новостью что МАГАТЭ вообще проводит какие-то исследования у них есть полноценный у вас есть полноценные лаборатории я думал это больше такая тяжеловесная политическая организация вот а у вас оказывается есть несколько лабораторий и ты работаешь в одной из них в монако скажи пожалуйста почему в монако да организация действительно достаточно политическая но часть деятельности этой организации это наблюдение за оборотом различных продуктивных веществ вот и в частности наша лаборатория занимается исследованиями в области окружающей среды радиоактивности окружающей среды вот несколько лет назад на самом деле у нас есть лаборатории которые этим занимаются в монако и еще одна лаборатория в небольшом городе Сайберсдов который недалеко от Вены вот в Вене у нас находится головной офис вот и несколько лет назад наши лаборатории объединились вот наша лаборатория это marine environment и в Сайберсдовфе это terrestrial environment то есть те которые занимаются окружающей средой окружающей средой скажем так не водной средой, а земной средой на сушках да и ну я соответственно в монако лаборатории которая занимается морской окружающей средой у нас есть несколько подразделений три подразделения первое подразделение это радикологическое вот там в основном коллеги изучают морских организмах и влияние соответственно взаимодействие морских организмов с различными радиоактивными веществами которые можно найти в окружающей среде вот их накоплением вот в частности такие интересные направления сейчас развиваются как закисление океана вот потому что паш океана немножко снижается ввиду того что очень много водокислого газа в атмосфере и соответственно температура повышается вот и собственно эти два параметра они изучают вот также много других направлений там получается вот другое другое подразделение у нас в основном занимается стабильными элементами тизовыми металлами и так далее органическими веществами вот и наше подразделение радиометрическое занимается радиоактивными элементами в различных образцах в морской среды вот также также мы занимаемся производством как это называется референс материалов материалов различные матрицы морская вода донные осадки сотрудничества со множеством других лабораторий вот и одно из больших направлений в котором участвуют все подразделения это поддержание лабораторий по всему миру в рамках технического сотрудничества лаборатории которые нуждаются в обмене знаниями получение определенных знаний в том как обустроить лабораторию как ее организовать как какие анализы проводить как это проводить правильно и так далее вот у нас есть тренинги как внутри лаборатории так и мы заезжаем за пределы нашей лаборатории чтобы проводить тренинги вот об этом будет второй вопрос первый расскажи пожалуйста почему Монако помнишь ты мне рассказывал интересную историю про принца Монако и при чем тут вообще ваша лаборатория да 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 дело в том что царствующее семейство точнее это про дедушка муничного принца был очень страстно влюблен в науку и обожала морские экспедиции и даже недавно вышла книга на презентации которой я участвовала в смысле не участвовала я просто пришла туда посмотреть вот мне было интересно это был комикс но такой очень интересный комикс про принца вот альберт принц-эксплоратор вот то есть вся история этого дедушки рассказывалась в картинках о том как он ходил в экспедиции как он добывал различные виды морских существ как он их исследовал и так далее вот и он основал большой музей океанографический очень известный в мире вот где хранится огромная коллекция различных видов и соответственно нынешний принц поддерживает инициативу дедушки прапрадедушки тоже очень ратует за хранение окружающей среды вот поэтому монаха поддерживает нашу лабораторию и собственно в 1961 году она была основана и до сих пор это очень очень интересно алло да 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 оксана здорово вот ты упомянула что вы сотрудничаете с странами так скажем чуть более бедными чем европейские страны и ездите туда с тренингами проводите конференции расскажи пожалуйста про вот кажется ты ездила в юго-восточную Азию с таким тренингом да я была по моему на двух выездных тренингах первый раз это было по моему в 2010 году я была в Катаре там организовывался тренинг для стран залива по определению футония в морской среде вот я сейчас уже не вспомню там было очень большое количество направлений которые охватывались и отбора осадков донных и отбора биологических образцов и так далее но моя часть была тренинг футония в морской воде вот и в последний раз я была два года назад в Индонезии там тоже проводился такого заклана тренинг для региона скажем так там Бангладеш в Индонезии вот много других стран и специалисты которые интересовались определением интересовались тем как организовывать анализы environmental samples в их лабораториях тоже участвовали там тоже также проводился тренинг по отбору образцов донных осадков морской воды различные биоты и так далее вот и мы проводили от МАГАТЭ тренинг по определению полония очень интересно еще я знаю что ты бываешь в морских экспедициях и наверное потому что у тебя нет морской болезни или как никогда не было и все время всю жизнь не хотелось быть моряком вот мне кажется это вот да ну как я уже сказала что я училась в анатомическом факультете МГУ и я практически все годы провела на кафте радиохимии в лаборатории радиоактивности окружающей среды и естественно с первых с первого года как я там появилась была возможность пойти в экспедицию я поняла что это мое вот и мы совершили несколько я участвовала в экспедициях на белое море на карское море вот вместе с коллегами из океанографического института в Москве вот и когда я уже была в когда я уже работала в МАГАТЭ в Монако так получилось что это направление осталось за мной вот точно так же в первые же годы мои работы организовывались экспедиции вместе с норвежцами в Норвежское море вокруг Шпитбергена и вот последние две экспедиции в 2012-2014 году были совместные русско-норвежские экспедиции в которых я встретилась также со своими коллегами которых я ранее знала в Москве первая была заливы новой земли в Тарское море и вторая была в ну недалеко от Мурманска в место затопления от 159 а если говорить о текущих проектах над которыми ты работаешь вот думаю всех до сих пор на слуху фукушима да в то что произошло в японии расскажешь пару слов потому что об этом да действительно очень была такая серьезная авария и поскольку это долг реагировать на emergency situations в мире вот начиная с первых лет мы участвуем вместе совместно с несколькими японскими институтами в мониторинге радиоактивности вокруг Кушимы вот и уже много лет организовываются регулярные экспедиции как минимум два раза в год вместе совместно с японцами то есть они организовываются и мы участвуем вот я в эти экспедиции не ходила но регулярно мы анализируем образцы которые привозят те коллеги которые участвовали в этих экспедициях вот и уже по моему было два наверное отчета по результатам исследований в этом районе совместно с нами проведенная наша роль не просто так измерить уровни радиоактивности в тех образцах которые мы получаем а поддержать японских коллег и скажем так допустим четыре лаборатории вместе с нами участвуют в анализе тех же одного и того же образца которые распределены на несколько частей вот и соответственно чтобы у населения не было вопросов в том скажем так достоверные ли данные как доставляются нашей стороной стоит ли им доверять и мы предоставляем независимую скажем так независимые данные вот все эти данные отсылаются определенные определенному человеку который независимо их компилирует и потом уже производится публикация учетов и так далее можно сказать что японские коллеги те же самые данные представляют что и мы в пределах погрешности понял я посмотрел на википедии у вас директор был японец да и вот он совсем недавно скончался недавно очень был приятный человек ты с ним была лично знакома лично я конечно с ним не была знакома вот но как бы у нас посещал несколько раз и каждый раз приятное впечатление оставлял и насколько я знаю очень был работящий ответственный я не помню что говорят в Японии когда человек умирает но в России говорят царство царство небесное скажи пожалуйста у тебя очень интересное хобби я знаю расскажешь про слов хобби у меня их несколько но вот то о котором мы с тобой говорили да я всю жизнь мечтала поучаствовать в раскопках археологических в раскопках мне пока поучаствовать не удалось но по определенным причинам вот потому что сейчас организации которые организовывают раскопки стараются на замене заработать вот это стоит не очень дешево вот но на самом деле мне повезло и когда несколько годов назад по-моему я искала в сети возможности как с пользой для себя провести лето вот вот я нашла летнюю школу в Италии на севере Италии вот долина Валькамоника и регион который называется Кампо-де-Фонти вот которые проводили по-моему трехнедельный тренинг я там провела две недели вот в национальной парке в Италии на самом деле долина Валькамоника интересна тем что там содержится по официальным данным наибольшее скопление наскальных рисунков петроглифов вот в Европе ничего себе и соответственно археологический центр занимается тем что они облагораживают скажем так национальный парк те камни которые там очень много рисунков которые уже были заархивированы и огромное количество которые еще не в базе данных вот и соответственно первую неделю нас обучали как провели экскурсию по парку по тому месту где мы будем работать вот познакомились с техникой как копировать рисунки как даже проводить геодезические исследования по-моему так называется да это же так да с теодоликом да ну было дело вот да было на самом деле очень интересно потому что очень многие камни которые были практически не тронуты нужно было их очистить от травы от листов и так далее помыть щетками вот посушить на солнце и соответственно как по магии грязь смывается проявляются очень интересные наскальные рисунки вот очень большое очень огромная вариация вот от самых примитивных до таких что прямо вот на самом деле искусство настоящее два бойца которые с мечами и щитами борются и так далее вот ничего себе да и какого возраста примерно ну вот по официальным данным первые первые поселения в этой долине через 15 тысяч лет назад когда выступали вот соответственно с неолита присущему этому региону до до средних веков римские как-то так там римляне жили вот эти времена и до средних веков когда еще люди занимались тысячи лично присутствуют там да безумно интересно я надеюсь у тебя еще выпадет возможность этим летом съездить я не знаю поучаствовать в раскопах Оксана спасибо тебе огромное за беседу мне очень понравилось спасибо тебе пожалуйста давай удачи пока пока спасибо спасибо удачи 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 удачи